Руководитель медиахолдинга Тверской проспект Игорь Ялашев обратился с иском в РОВД Центрального района Твери. Причиной стал выход в эфир федерального телеканала «Россия-1» репортажа Александра Карпова. В нем столичный журналист в очередной раз попытался облить гореазью Тверское производство медицинских изделий с микросферами. На Кубани начался уголовный процесс над бандой мошенников, которые лечили варикоз целебными матрасами и в общей сложности обманули доверчивых пациентов на 153 миллиона рублей. В Краснодаре и Сочи они открывали медицинские центры, куда приглашали потенциальных покупателей на диагностику состояния сосудов, ставили всем страшные диагнозы и вынуждали покупать матрасы из вторсырья за 100-150 тысяч рублей. Потерпевшими по делу признаны 1669 человек. Ну и новые жертвы жуликов продолжают приходить в полицию по всей стране. Подробности у Александра Карпова. Дело о преступном сообществе лже-врачей, подсаживавших пенсионеров на все исцеляющие матрасы, поражает объёмом. Только в Сочи и Краснодаре следственно считало 1600 потерпевших. Сам матрас был сделан из историчных материалов. Себестоимость матраса была не более 3000 рублей. Его продавали в 50-60 раз дороже. И сообщали о том, что после сна на этом матрасе буквально через неделю вы будете чувствовать себя на 10 лет моложе. Кадры обысков, медицинские кабинеты, белые халаты, даже диагностические аппараты всё оказалось бутафорией. Пожилых людей заманивали на якобы бесплатное обследование. После чего запугивали. Вот инструкция. Липовыми диагнозами, варикозной болезнью и даже неминуемой смертью. От которых одно спасение. Матрас. Тысяч за 150. Верните мои деньги. Вы отняли у меня 10 лет жизни. Анатомический матрас и анатомическая подушка с наполнителем из микросфер. Улучшается циркуляция крови и обменных процессов. Повышается уровень удовлетворённости состоянием здоровья. Это рекламное враньё у настоящих врачей ничего кроме смеха не вызывает. А шьёт чудо матрасы, подушки и даже попонки для ног. Кустарный цех в городе Твери. Матрасы производят у вас? Производят. Те матрасы, которые пенсионерам продают по 200 тысяч, это не вашей? Это не вашей компанией продукции, да? Хозяйничает на производстве магнат уездного разлива Игорь Ялышев. Каждое слово которого тянет на Нобелевскую премию. Вот про волшебные микросферы. И они, со своей стороны, когда принимают тепло из инфракрасных лучей от человека, а вы знаете, например, такое свойство, говорится, и живая вода, и, как говорится, мёртвая вода, то там известно, что вода очень грамотно, хорошая, кристаллическая решётка, правильную форму. Кристаллическая решётка? Да, кристаллическая. У воды? Увы, красивым и загадочным словом микросферы назвали техническую стеклянную пыль. Вроде той, что добавляют в дорожную разметку. Это чудо микросферы. Без всяких таблеток, без всяких примочек. То есть мы сами излечиваем себя. Совершенно чётко понятно, что это в чистом виде было мошенничество. Сосудистый хирург Роман Виноградов вынес в качестве эксперта окончательный приговор матрасотерапии. Ни один из этих предметов не может никоим образом лечить варикозную болезнь. Никакими исследованиями и экспертизами это не было доказано. 16 подсудимым грозит до 20 лет за организацию и участие в преступном сообществе. Однако афера продолжается. В Твери по-прежнему сбывают сомнительный товар за большие деньги. Матрасы тоже в зависимости от размера стоимость. 90 на 200. 29,990. И от чего лечит матрасы с микросферами? Можно при любых заболеваниях применять. Заболевания суставов, позвоночника. Если, например, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, если человек плохо ходит. Инсульты. Даже инсульт лечите? Скажите, а вот спид, ВИЧ не лечит ваши матрасы? Нет. Торговцев не смущает даже тот факт, что патент, вывешенный на их сайте, выписан на фигуранта уголовного дела Михаила Фадеева. Как получается, что в Краснодаре идёт суд по вашим изделиям, с помощью которых надули людей на 152 миллиона? А вы мне продолжаете рассказывать сказки про эти микросферы? У меня такой информации нет. Надо признать, что после сюжетов вестей цена матрасов, исцеляющих всё, от диареи до инсульта, упала аж в пять раз. Вероятно, пациентов, верующих в панацею и лозунг «Просто лежи и лечись» стало поменьше. Александр Карпов, Игорь Кузнецов, Анна Сорокина, Лаура Половандова, Вести. После выхода в эфир этого сюжета Игорь Ялушев заявил, что его терпению пришёл конец. И он сделал официальное заявление в нашей студии. 28 сентября в вечернем новостном выпуске на канале «Россия-1» вышел репортаж о начале судебного процесса в Краснодарском крае над псевдоврачами, которые ставили серьёзный диагноз своим клиентам. И затем за большие деньги навязывали им для лечения медицинские изделия марки «Здоров», производимые компанией «Ростехздрав». В этом репортаже считаю неуместным, а можно сказать и глупым упоминанием его имени вообще. Поскольку я не отвечаю ни за производство, ни за продажу продукции этой компании. А уж тем более я никак не связываюсь с преступным сообществом, который занимался реализацией этой продукции в Краснодарском крае. И не имею никакого отношения к краснодарскому уголовному процессу. А во мне можно было бы сказать, что я являюсь покупателем и регулярно пользуюсь этой продукцией. И у меня только положительное мнение о ней. Используются продукции «Здоров» и в оздоровительных центрах руководимых мной туристических компаний. Поэтому я подал сегодня заявление РВД Центрального района о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» против главного редактора телеканала «Россия-1» и авторов, подготовивших этот материал под руководством журналиста Карпова. Надеюсь, что этот шаг подвинет руководителя различных СМИ более ответственно и требовательно относиться к материалам, которые готовят их сотрудники. Что уменьшит количество фейковых новостей. Обидно, когда серьезные авторитетные средства массовой информации становятся на скользкую дорожку поднятию рейтинга своих компаний. Выпуская в эфир информацию сомнительного качества, а тем ставя себя на одну ступень с бульварной желтой прессой. Напомним, что журналисту федерального телеканала «Россия-1» Александру Карпову была предоставлена возможность во всех мелочах ознакомиться с производством продукции под маркой «Здоров». Ему были продемонстрированы все документы, которые подтверждают сертификацию изделий, а также положительные заключения о них ведущих медицинских центров. Тогда же господин Карпов пообщался и с известным тверским врачом Игорем Эльгартом, который не только проводил исследования, но и лично использовал продукцию под маркой «Здоров» в руководимом им медицинском центре. Тем не менее, в эфир телеканала «Россия-1» вышел репортаж, где на одну доску поставлены мошенники, использовавшие в своих целях продукцию с микросферами и предприятия-производители. Это все равно, что сделается участником убийства, совершенного ножом, предприятие, которое их выпускает. Как бы то ни было, тогда, полтора года назад, мы вели свою параллельную съемку визита съемочной группы телеканала «Россия-1» на производство изделий с микросферами. Так даже в ответ на репортаж господина Карпова мы выпустили программу «Спецкорп», посвященную этому вопросу. Сегодня вы сможете увидеть ее еще раз, сразу после нашего выпуска новостей.